приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня продолжаем готовить по прекрасной книге оконникова в издании 1938 года колбасы и мясо копчености для новых зрителей новых подписчиков расскажу есть вот такой вот альбом колбасы и мясо копчености москва 1938 год настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбасы мясо копчености утвержденные народным комиссаром пищевой промышленности ссср для предприятий нарком пищепрома альбом рассчитан на инженерно-технический персонал колбасных предприятий и работников магазинов в общем по сути это набор гостов 1938 года рецепты просто потрясающие если у кого-то нету этой книги оставляйте в комментариях свой имейл я вам пришлю ссылку на скачивание с удовольствием делюсь этой книгой потому что ну на самом деле миссия нашего канала это призвать как можно больше людей к тому чтобы перестать покупать колбасу сыр и алкоголь в магазинах потому что в колбасе которая продается в магазинах там мяса нету правда честно сырах которые продаются в магазинах там молока очень мало а уж о пиве я вообще молчу ну ладно отвлеклись в общем кто хочет получить книгу в формате pdf файла красивый иллюстрированный альбом очень классный я же говорю с удовольствием делюсь с друзьями с подписчиками пожалуйста оставляйте в комментариях свой имейл я вам пришлю ссылку на скачивание а сегодня мы готовим украинскую колбасу первого сорта по рецепту 1938 года значит для приготовления украинской колбасы нам понадобится 5 50 частей если взять всего 100 частей сырья то 50 частей говядины второго сорта 25 частей средней жирной свинины и 25 частей жирной свинины вот такое вот типа грудинки у нас это грудинка это не грудинка это вроде грудинка в общем вот такой вот расклад по мясу теперь по соли в чем мы отличие отступаем от рецептов 38 года тогда мясо солили селитрой сейчас нам не надо в этот яд так сказать добавлять свою пищу мы используем нитритную соль значит по поводу соли на килограмм сырья мы берем смесь из 12 с половиной грамм поваренной соли и 12 с половиной грамм нитритной соли содержанием нитрита натрия 0 6 процентов 0 5 0 6 пишут в среднем среднем вот так вот средняя температура по больнице как говорится на килограмм сырья 1 грамм сахара по грамму корицы гранулированного чеснока и молотого черного перца в описании к этому видео вы найдете рецепт полностью пошаговый рецепт полностью со всеми пропорциями и естественно с количеством специй количеством соли а я вам сейчас более-менее подробно расскажу и покажу все ребят досточка постоянно меня критикуют за досточку что ты режешь на стеклянные досточки в каждом видео тебе буду говорить досточка не стеклянная это акрил режем мясо на кусочки размером где-то по 3 по 4 сантиметра вот такие вот причем нам мясо надо резать отдельно ну как бы не отдельно разными кусочками я чуть позже расскажу почему сейчас она режу все мясо мяско порезано и естественно осталось тебе осталось тебе осталось мяско естественно осталось нашей любимицы немножко мяско смотрите друзья говядину мы не спутаем ни с чем среднежирную свинину порезали кубиками а жирную вот такими полосочками ну для того чтобы ее разделить потому что кутировать нам ее придется это еще раз кошечки кутировать вернее не кутировать обрабатывать нам ее придется ну разные фракции измельчать скажем так берем любую емкость смешиваем сахар с солью специи пока отставляем в стороночку и засаливаем наше мяско наша задача сделать так чтобы мясо все совершенно равномерно просолилось поэтому выкладываем его слоями и также слоями засаливаем нам важно чтобы каждый кусочек мяса получил свою порцию соли вот вы после засолки посмотрите я покажу какого вида какого цвета она будет то есть она совершенно не изменит цвета ну то останется такое же яркое красочная красивое мяско должно быть красивая в колбаске перемешиваем все это перемешиваем тщательно тщательно чтобы каждый каждый самый маленький кусочек получил свою необходимую порцию сольки после того как мяско хорошенько перемешали уплотняем его вот таким вот образом не пренебрегайте этой процедурой то есть нам надо чтобы среди еще кусочек мяса чтобы среди кусочков мяса осталось как можно меньше воздуха и отправляем его на засолку температура засолки 46 градусов средняя нижняя полка холодильника время засолки двое-трое суток но мы на нашем случае будем солить трое суток потому что так у нас по плану двух суток в принципе достаточно для засолки итак друзья встретимся с вами через трое суток через два дня мясо засолилась посмотрите мы его разобрали по ну по видам помните я говорил что нам его надо будет отдельно обрабатывать какой она имеет изумительный цвет видите то есть она совершенно не посерела вот немножко видно там где лежала с воздухом соприкасалась и как бы то мяско которое было засолено как она изумительно выглядит теперь надо его измельчить первое говядина второго сорта в первую очередь я имел ввиду говядину второго сорта измельчаем на самую мелкую решетку которая у вас есть хозяйстве в данном случае мы используем решетку 2 миллиметра и нежирную свинину измельчаем на среднюю решетку в данном случае использую 6 миллиметров далее самое интересное жирную свинину надо порезать ножом на кубике размером 0 6 0 8 сантиметра то есть 68 миллиметров но нам пришла вот такая вот чудесная решетка с огромными отверстиями диаметром 20 миллиметров и в теории она должна заменить порезку вот сейчас вот я хочу проэкспериментировать попробуем что из этого получится я начну ну задавали вопрос в принципе подписчики по поводу этой большой решетки поэтому заодно можно посмотреть как она будет работать что скажешь что здесь отлично просто отлично режет ну вот таким вот образом мы теперь механизировали крупную порезку мяса смотрите какой класс фарш именно кусочками ефим из израиля очень хотел увидеть как работает эта решетка вот ефим я напишу как только опубликую видео посмотрите по-моему работает вообще замечательно ну и сколько труда вообще она экономит и вот сколько бы я резал это вручную я конечно не резал бы от лариса попросил бы она потратила бы на это минут 15 так я потратила силу полторы минут итак друзья теперь нам надо фарш весь тщательно вымешать я вымешивать буду в нашем планетарном миксере и боюсь что здесь четыре с половиной килограмма фарша боюсь что весь фарш ну я просто боюсь за миксер что он не вытянет столько поэтому я весь фарш делю на две части я переместил половину фарша в чашу для миксера добавляю ледяную воду из расчета 100 миллилитров на один килограмм сырья и теперь мне надо специи смешать и добавить половину обожаю колбасы с корицей получается такая классная штука где-то половинку специи я добавил начинаем вымешивать друзья и вот очень мало говорят о вымешивании в технологии приготовления колбас вымешивание это отдельный процесс он везде выделен в отдельный процесс не пренебрегайте этим процессом если вы хотите получить гарантированно хороший результат вкусную колбасу хорошей консистенции колбасу надо вернее фарш перед набивкой надо очень тщательно вы вымешать то есть можно сделать это вот таким вот планетарным миксером можно сделать ручным миксером обычным вот с ручкой который там есть такие закрученные насадочки для вымешивания теста вот этими насадочками или в крайнем случае вручную я делаю на планетарном буду вымешивать течение 5 минут через пять минут фарш выглядит вот таким вот образом видите он стал совершенно однородный в первую очередь и во вторую очередь появились характерные белые волокна это есть вот то самое вымешивание для до белых волокон теперь у нас колбаса наверняка получится совершенно однородной и плотной по структуре друзья я сейчас делаю вторую порцию и после этого перемещаем все с шприц для набивки колбас также подготовим оболочку будем набивать в коллагеновую оболочку диаметром 45 миллиметров для того чтобы подготовить оболочку но если вдруг кто-то не знает если надо в теплой воде режьте на нужные на нужные ну по размеру нужного батончика плюс где-то 6-7 сантиметров на завязку и замачиваете в теплой воде на 10 минут предыдущий дубль не получился начнем сначала фарш мы переместили шприц оболочку нарезали на нужный размер на отрезке нужного размера замочили на 10 минут начинаем набивать колбаску набивать нужно достаточно плотно принципе шприц подходит любой а вот с помощью мясорубки это сделать будет довольно сложно но если приспособиться конечно возможно ничего невозможного нету но достаточно непросто и вдвоем это лучше делать набиваем батончики вот таким вот образом с каждой стороны как я и говорил оставляем по 4 по 5 сантиметров для того чтобы нам было удобнее завязать если оставить очень короткие хвостики то завязывать будет крайне неудобно таким же образом набьем все остальные батоны колбаски после того как все батончики набиты приступим к обвязке мы обвязываем льняным жгутом и делается это следующим образом вот таким образом лучше лучше делать тоже вдвоем один человек вот так вот колбаску подкручивает и уплотняет конечно опять же таки можно сделать и самому но вдвоем значительно удобнее завязочки делаем такой длины по крайней мере с одной стороны чтобы удобно было за эту завязочку колбаску подвесить почему сейчас расскажу батончик подкручиваем чтобы еще больше уплотнить и завязываем точно так же поступим со всеми остальными как все батончики обвязаны вооружаемся иголкой и проводим ревизию на наличие пузырьков воздуха там где есть пузырьки воздуха прокалываем их иглой и как видите колбаска сразу же смыкается на этом месте ну пузырьков у нас практически нету поэтому и показать то особо особо не на чем в общем если где-то у вас попали пузырьки воздуха просто не бойтесь коллагеновую оболочку можно прокалывать берете тоненькую иголку про прокалываете пузырек он сразу же сразу же выходит теперь друзья нам надо колбасу поместить на усадку по рецепту усадка производится при температуре 10 12 градусов в течение 3-5 часов у нас нет возможности сегодня готовить поэтому мы будем производить усадку в течение 24 часов при температуре там 46 градусов то есть по прохладней единственное замечание то есть можно и так и так делать в принципе я конникову доверяю и считаю что если в рецепте написано что усадку можно три часа проводить этого достаточно естественно если проводите дольше это надо чтобы было прохладнее единственное что усадку лучше проводить колбасы вот таком вот подвешенном состоянии чтобы она висела при этом будет происходить не только усадка а и самопрессование то есть это вы посмотрите завтра покажу если нас где-то были нет не очень плотно набитые батончики набиты они достаточно плотно поначалу вот когда мы начинали только делать колбасу нас не получалось так плотно набивать колбасу то есть не было опыта и тогда после подвешивания вот здесь вот колбаса опускалась и здесь оставалось сверху свободное место которое можно подвязать просто было для уплотнения и так помещаем колбасу на усадку при температуре 4 6 градусов на сутки в вертикальном положении а завтра будем уже заниматься непосредственно тепловой обработкой и копчением на следующий день наша колбаска выглядит вот таким вот образом обратите внимание она висела у нас холодильнике за счет того что набили хорошо здесь не образовалась пустоты потому что колбаска когда висит она сама уплотняется если она у вас висела и вот здесь вот образовалась сверху пустота значит просто берем еще подкручиваем и по новой подвязываем ну вот как бы если набивка была не очень качественно не очень плотная теперь если осадка у вас происходило в тепле тогда можем сразу переступать к обжарке если осадка происходило в холодильнике тогда за два за три часа до осадки надо колбасу переместить комнатную повесить при комнатной температуре для того что произошел процесс отепления потому что если мы из холодильника колбасу сразу же поместим духовой шкаф на обжарку то начнет выступать как конденсат а это нежелательно первый этап тепловой обработки это обжарка обжариваем колбасу при температуре 90 градусов в течение 30 минут с включенной конвекцией следующий этап тепловой обработки будет паровая варка для паровой варки нам надо приготовить какую-нибудь посудину либо сковородку либо противень который мы сможем поставить на дно духового шкафа и налить туда горячей воды вот прям кипятка из чайника то есть грубо говоря там через 25 минут начинаем все готовить берем противень или сковородку которую можно поместить духовку естественно чтоб ручка не оплавилась кипятим воду наливаем кипящей воды и будем переходить ко второму этапу паровой варки я расскажу как через полчаса процесс обжарки можно считать законченным помещаем на дно духовки противень с горячей водой вот она только закипела то есть не наливайте холодную теплую воду чтобы процесс пошел быстрее налейте горячую температуру понижаем до 80 градусов конвекцию выключаем включаем духовке только нижний нагрев нижний тем в один из бак батонов колбасы помещаем кулинарный щуп для контроля температуры внутри мы будем проводить процесс паровой варки до достижения температуры внутри батона колбасы 68 69 градусов не у всех есть кулинарный щуп поэтому я сейчас засеку время сколько это будет происходить но на время друзья лучше не полагаться лучше все-таки использовать щуп и контролировать именно температуру потому что разные духовки разной толщины батон и колбасы разная начальная температура в общем можно колбасу переварить то есть лучше всего контролировать именно температуру но все-таки время засекаем и так процесс паровой варки начат собственно говоря готовим коптильню следующий этап копчения через час температура внутри колбаски достигла 69 градусов а следовательно процесс видите сколько пара вот это именно так происходит процесс паровой варки следовательно процесс паровой варки закончен извлекаем колбасу из духовки даем ей остыть где-то в течение получаса но чтобы она остыла грая градусов до 30 до 35 и после этого приступим к общению через полчаса помещаем колбаску в коптильню коптить колбасу будем в течение трех четырех часов но мы будем где-то три с половиной часа коптить при температуре 35-40 градусов процесс пошел после этого извлечем ее из коптильни и дадим ей отвисеться в течение ночи а завтра с утра будем дегустировать после того как украинская колбаса отвиселась ночь давайте ее зарежем друзья а мы ее зарежем сейчас но красота красота так она еще свежая шкурочка плохо чистится но она начнет чиститься колбаска они вот хорошо колбаска после того как полежит холодильнике денек шкурочка начинает чиститься хорошо и так по традиции в первую очередь показываю вам срез а после этого дегустирую нарезаю колбаску тоненько-тоненько так что кусочки аж светились давайте посмотрим на нее сблизи этот кусочек 3 мне нравится больше всего полюбуйтесь пожалуйста какая красотуленька у нас получилось на срезе реально настоящая украинская колбаска вареная копченая вкусная ароматная давайте попробуем друзья кстати видите какая корочка красивая то есть она зажарилась именно правильно все процессы просто суперский прошли и так украинская вареная копченая по рецепту 1938 года пахнет божественно какая жена на вкус подозреваю что тоже вкусненькая реально бомба вот в меру копченая больше коптить ее не надо 3-4 часа но 4 это самый максимум при такой температуре то есть вот она она как раз как раз то что надо нежнейшая по соли идеально вообще очень вкусно корица которую мы сюда добавляли придает невероятный аромат и легкое послевкусие ну вообще вообще рецепт просто потрясающий невозможно оторваться я еще не пробовал обычно я сюда там где-то чуть раньше попробуем это еще не пробовал друзья суперская украинская вареная копченая колбаска с удовольствием вам представляем рецепт попробуйте приготовить это колбаса станет украшением любого и праздничного и обыденного стола также если у вас есть дети не покупайте им школу на бутерброды в какашку которую продают в магазинах сделайте колбаску сами и дети будет здоровее и завидовать вам будут наверно на колбаса действительно очень классная друзья если у вас есть какие-то вопросы по приготовлению задавайте их комментариях на все комментарии мы с ларисой отвечаем естественно подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые видео там на колокольчик всякий нажимаете нажимаете до пальцы вверх ставьте в общем все было как положено а мы с ларисой будем стараться снимать для вас интересные и очень полезные рецепты всего доброго пока